Доброго времени суток! Вы на канале «Понаехали на Канаду». Данный канал создан для тех, кто хочет уехать в Канаду, кто интересуется Канадой, кто думает о переезде, об иммиграционных программах и тому подобной фигне. Если вы хотите, чтобы вам разжевали, как уехать в Канаду, то вы обязательно должны подписаться на данный канал, потому что здесь я этим и занимаюсь. То есть я в большинстве своем только и делаю, что рассказываю про иммиграционные программы Канады. От себя хочу заметить, что я не иммиграционный юрист, не иммиграционный адвокат. Я не имею права вам давать консультации об этом. То есть что я делаю? Я просто рассказываю вам информацию, которую вы можете самостоятельно найти в свободном доступе. Но если вам впадло этим заниматься самостоятельно, милости прошу на этот канал. Сегодняшний ролик очень странный. Он не относится к иммиграции в Канаду. Вот видите, канал про иммиграцию в Канаду, а ролик не про иммиграцию в Канаду. Даже не про работу в Канаде. Даже не про финансовую сторону жизни в Канаде. Вообще не об этом. Как вы поняли из превью, я подобрал 6 стран, в которые можно уехать из СНГ в 2020 году. Более-мель не оптимально. То есть не парясь ни про какие документы, ни тому подобное. Я надеюсь, данный ролик вам понравится, потому что очень много подписчиков, которые не могут сейчас по каким-то своим причинам иммигрировать в Канаду, будь то слабый английский, будь то они не могут найти работу в Канаде, будь то программ столько ван, что я не могу разобраться, мне срочно нужна помощь. Ну, в общем, для таких подписчиков я сделал варианты, которые можно рассмотреть как бы как плацдарм для иммиграции в ту же Канаду. Потому что если вы имеете вид на жительство вот этой страны, о которой мы сейчас будем говорить, о которых мы сейчас будем говорить, то, возможно, вам будет легче иммигрировать даже в ту самую Канаду. Потому что, объективно говоря, если ты живешь в странах СНГ и постсоветского пространства, тебе немножко сложнее иммигрировать в Канаду либо в США, например. Потому что, я не знаю почему, потому что вот немножко сложно. Кстати, кто считает так же, напишите комментарий по этому поводу, потому что это мое сугубо личное ощущение. То есть я считаю, что все-таки из стран постсоветского пространства людям сложнее выбраться, чем из стран, допустим, Европы, даже там Западной Европы, даже из каких-нибудь, даже австриканских стран. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну а сейчас мы с вами поговорим о шести странах, в которые, в принципе, несложно иммигрировать. Поехали. Первая страна – это Коста-Рика. Для тех, кто хочет спасти, так сказать, нашу планету, кто хочет остановить глобальное потепление, и тот, кто хочет жить в одной из самых чистых природных стран мира, Коста-Рика – это вот ваш выбор. Коста-Рика приветствует новых жителей и требует, чтобы вы доказали достаточные денежные средства, у вас которые есть. То есть, грубо говоря, если у вас есть какие-то сбережения, вы можете просто положить на счет в банки в Коста-Рика. Сумма нужна эквивалентно 60 тысячам канадских долларов. Самое интересное, вы сейчас скажете, Вань, что за фигня? Почему? Что за бред? Так вот, вы кладете эти 60 тысяч американских долларов на банковский счет в Коста-Рика, и государство с этого счета каждый месяц вам выплачивает деньги обратно, то есть возвращает вам деньги. Тем самым государство хочет понимать, что вы не будете сидеть на социальном обеспечении у государства Коста-Рика, и вы будете жить, у вас есть на что жить. От себя хочу заметить, что 60 тысяч долларов – это, в принципе, реально большая сумма денег. Но, например, те, кто все-таки решили обрубить концы со своими странами СНГ, они могут продать свою недвижимость, вложить вот на этот банковский счет, получить вид на жительство Коста-Рика, и после этого спокойно туда уехать. Страна чудесная, красивая, природа вообще замечательная. Так вот, я говорю вам о том, что этот депозит, который вы положили, 60 тысяч долларов, он возвращается вам в течение двух лет. То есть каждый месяц вам государство возвращает некую сумму денег, и на эту сумму денег вы можете жить. То есть вы можете даже не работать там. Дальше, следующая страна, тоже такая интересная, это Аргентина. Значит, ну, как вы понимаете, в Аргентине чудесные пейзажи, современные города, и как тут пишется на сайте, интересно, я, кстати, потом вам, может быть, скину ссылочку, что здесь делают офигенные блюда из говядины. Так вот, Аргентина предлагает низкую стоимость жизни и отличные возможности для трудоустройства и образования, что делает ее идеальной для одиноких пар, одиноких людей или пар. Также стоит обратить внимание, что если вы проживаете более 90 дней на территории Аргентины, вы можете подать заявление на визу для временного проживания. Чтобы подать визу на разрешение на работу, вы должны найти себе работодателя, который готов вас взять на работу на договор не менее чем год. То есть, грубо говоря, у вас есть два варианта. Вы можете тупо просто приехать в Аргентину, прожить там в легальном статусе 90 дней, после этого вы можете поддаваться, но на вид на жительство Аргентины. Либо вы можете проще найти себе работу там. Я посмотрел сайты по поиску работы. В Аргентине, в принципе, нужны люди вообще разных категорий, поэтому я думаю, вам стоит этим озаботиться. Дальше. Следующая страна, это просто кладезь. Это страна, в которой я был. Мне она очень понравилась. У нее древняя архитектура, древняя вообще история. Страна одна из прям потрясающих. Что бы кто мне ни говорил, я считаю, что это действительно крутое место. Вы сейчас думаете, что же это за страна? Да все это очень легко. Это канадская и американская Турция. Вы сейчас такие, что это? Я говорю, это Мексика. Почему канадская и американская Турция? Да потому что, когда мы были в Мексике, короче, канадцы и американцы себя в отелях ведут так же, как вот наши ребята в Турции себя ведут в отелях. Ну то есть, типа, вместо Тагил они орали там Аттава или тому подобные вещи. В общем, страна потрясающая. Мне очень понравилось. У меня есть два влога из этой страны. Возможно, вы найдете их даже на канале, потому что я не буду ссылку в описании, какую делать мне впадлу. Вот. Лицо, желающее проживать более 180 дней, должно подать заявление на получение миграционной визы. Это можно сделать проще, если сначала подать заявление на визу временного проживания. Все. То есть, грубо говоря, вы можете приехать на территорию Мексики, прожить около 180 дней, и после этого вы имеете право подаваться на миграционную визу. Как прожить в Мексике легально 180 дней? Ну, здесь несколько вариантов. Либо вы что делаете? Либо вы приезжаете просто... Кстати, у России, например, с Мексикой без виз. Приезжаете туда, и на месте, короче, находите себе некую работу, работодателя, который готов вас взять на работу. Там стандартная нормальная ситуация. Кстати, очень много людей едут в Мексику работать в туризм, потому что очень важно для Мексики и для мексиканских работодателей, чтобы люди умели разговаривать на русском, украинском, белорусском и тому подобных языках, потому что туристическая страна, туристическая мека Северной Америки, и, к счастью, туда ездят наши люди, и нужны как раз именно переводчики. Поэтому, если вы хотите пожить в Мексике, заработать денежек, получить вид на жительство в Мексике, попробуйте найти себе работу в этой сфере. Это интересно. Вообще, это интересный экспириенс жизненный. Так, следующая страна – Новой Зеландия. Вы сейчас скажете, Вань, что Новой Зеландия? Это же почти как Канада, туда сложно уехать и тому подобное. Так вот, по себе могу сказать, что, допустим, для граждан Израиля, у Новой Зеландии есть определенный тип визы. Это называется Work and Holiday Visa. Я уже снимал ролик про программу Work and Holiday. Это международная программа, где люди до 30 лет имеют право из определенных стран поехать работать в другие определенные страны. То есть, если ты гражданин Израиля, и тебе сейчас меньше 30 лет, ты имеешь право поехать в Новую Зеландию, поработать вообще. То есть, это все очень легко делается. Заходишь на сайт новозеландского правительства и спокойно себе оформляешь документы, тебе дают разрешение на работу, едешь куда хочешь. Кстати, я вам рекомендую, ребятки, зайти на этот сайт, зайти на сайт правительства Новой Зеландии, посмотреть. Возможно, ваша страна тоже участвует в данной программе. Так вот, давайте поговорим, какой вариант уехать в Новую Зеландию. Чаще всего люди уезжают в Новую Зеландию по рабочей визе. Самые популярные сейчас профессии в Новой Зеландии это профессии, связанные с фермерским хозяйством. Также есть тут небольшой минус. Допустим, некоторые профессии, если у вас какая-то крутая профессия университетского уровня, к сожалению, вам придется в Новой Зеландии еще пройти дополнительный курс обучения. Это, например, касается медиков. То есть, медикам в Новой Зеландию я бы не стал ехать. Медикам. Вот. А по себе, ну, как бы от себя я бы хотел добавить то, что перспективная страна для людей, которые работают в фермерском хозяйстве. Обратите на эту страну внимание, потому что там реально нехватка фермеров или людей, которые занимаются, работают в сфере фермерского хозяйства. Обратите на это внимание, я вам рекомендую. Следующая страна. Следующая страна у нас Эквадор. Но страна как страна. Почему бы ее сюда в список не ввести? Тем более для получения резидентской визы вам необходимо положить на счет 27 тысяч американских долларов. Вы можете просто их положить на счет. Вы можете их, короче, купить недвижимость. Либо вот просто вот положить на счет в банке. После трех лет легального пробывания, то есть, вам дадут статус в Эквадоре, после трех лет вы имеете право подаваться на постоянное проживание. А, нет. Вы можете запросить письмо о натурализации. И после того, как вы запросите письмо о натурализации, вы можете получить гражданство Эквадора. Тоже вариант, почему бы и нет. Опять же, некоторые страны из данного списка Я все-таки считаю, как некий трамплин для эмиграции куда-то в более крутые страны. Почему? Потому что из... Просто, допустим, возьмите и посмотрите, сколько безвизовых стран у Эквадора и сколько безвизовых стран у Казахстана, например. Обратите на это внимание, вы поймете все, что я хочу сказать. Дальше. Следующая страна – это Бразилия. Значит, Бразилия – это великая страна с богатой культурой и высоким индексом человеческого развития. Чтобы поселиться здесь, вы должны быть на пенсии, либо иметь ежемесячный достаток в размере 2000 долларов. То есть это подходит для фрилансеров, которые работают на себя, либо работают через интернет. Если у вас есть 2000 долларов в месяц дохода, то вы можете спокойно получить вид на жительство Бразилии. Также вы можете взять с собой двух ежедевенцев. То есть это либо, может быть, ваша жена, либо это, может быть, ваши дети, либо это, может быть, ваши родители. За каждого ежедевенца вам надо будет в месяц доплачивать еще 100 тысяч долларов. О, господи. 1000 долларов. Так. Ну, тоже вариант, почему бы и нет. И последняя страна – это вот в сегодняшнем списке, я считаю, она сюда подходит. Это Панама. Теплая страна. Плюсы Панамы. Теплая страна, прекрасные пляжи, красивые горы, никаких серьезных стихийных бедствий. Это очень важно, потому что если вы поселитесь, например, в Америке, допустим, в том числе Майами, там постоянно какие-то проблемы. А вот в Панаме этого нет. Вы можете получить постоянное место жительства примерно за 8-9 тысяч американских долларов. Также вы можете подать заявление на получение гражданства через 5 лет после того, как вы прожили вот в статусе постоянного жителя. Панамы используют американский доллар, поэтому вам не придется иметь дело с нестабильной валютой. Вы можете владеть землей и недвижимостью без ограничений. Это относительно безопасная страна. Панама не облагает налогами ваши заработанные деньги за рубежом, а также доходы с онлайн каких-то продаж или онлайн-услуг. Растущая экономика и большой потенциал в будущем, как говорят люди, и доступное качественное здравоохранение. И, кроме того, одна из самых дешевых медицинских страховок в мире. То есть, если ты хочешь еще дополнительные страховки какие-то, то Панама как вариант. Ребятки, ролик, вот вы сейчас можете сказать, Вань, ролик ни о чем. Что ты за херню записал? Я считаю, для просветительских целей вам надо знать это. Почему постоянно мы утыкаемся только вот либо в Канаду, либо в Америку, еще куда-то. Есть много людей, которые хотят уехать не только вот в такие крутые страны, но которые готовы уже куда-нибудь уехать. И я вам просто показываю вот варианты, по которым можно уехать уже куда-нибудь. Повторюсь еще раз, я уже три раз сказал. Я считаю, что эти страны хороший плацдарм для будущей вашей миграции в другие страны. Ну а на сегодня это все. Подписываемся еще раз на канал, ставим лайки, пишем, что вы думаете по поводу этих стран. До скорых встреч, ребят, пока!